Сегодня мне хочется поговорить об ароматах, от которых я больше всего получала комплименты. Не скажу, что я большой парфюмероманьяк, и бываю в тех обществах, где в обществе женщин, где много говорят об ароматах, наносят ароматы, используют их. Но были моменты, когда я после нанесения определенных ароматов получала комплименты. Это меня иногда удивляло. Удивляло радостно, потому что приятно, когда кто-то отзывается, хотя народ скуп на комплименты. Вы понимаете, что если вы используете аромат, это 50% вашей привлекательности, когда вы входите, и от вас исходит шлейф или аура приятного запаха, это уже 50% привлекательности. Не вывода о вас, что настоящая женщина, когда используют, как Дабриэль Шанель, например, несколько капель аромата, и вы будете всегда во внимании. Значит, сегодня хочу вам рассказать, показать несколько флакончиков своих очередных. У меня их не так много. И сегодня в теме у меня вот этот вот мисс Диор аромат. Это Хайер Мист. Небольшой флакон, очень удобный для дороги, для путешествия. И это Хайер Мист, это дымка для волос. Дымка для волос очень нежная, приятная. И жест нанесения аромата на волосы. Это очень старый жест искусства соблазнения, искусства создать привлекательность вокруг себя, искусства обольщения. Достаточно несколько капель ароматов на волосы, несколько пшиков. И после того, как вы движете головой, и ваши волосы начинают двигаться и создавать вокруг ауру приятного аромата. И следующий аромат, который я хотела вам представить, от которого я тоже получила комплимент, это аромат от Versace. Кристалл Найр, вот так выглядит этот флакон. Такая блестящая надпись на черном флаконе, вот с такой огромной крышкой, как кристалл. Действительно похож на кристалл. И этот аромат от Versace, это волшебство. Это действительно волшебство. Я его берегу, я его не так использую много. Вот тут у меня тут уже видно, что он довольно-таки еще много, но я его что-то использую в последнее время и так много. Видимо, не было таких случаев, куда бы я могла его наносить. Но аромат этот волшебство. Ну, это многие пишут, что это на фрагрантике, это лучший аромат от Versace, кристалл Найр. Сюда входят такие ноты, о которых я вам сейчас расскажу. Это топовые ноты или верхние ноты. Это имбирь и кардамон, горденья и кокос. Нет, это топовые ноты имбирь и кардамон и розовый перец. Есть средние ноты апельсин, цвет пионов, горденья и кокос. И базовые ноты сандал, мускус и амбра. В базовых нотах находятся три основных ингредиента, которые делают аромат чувствительным, которые делают аромат сексуальным, делают аромат обольстительным. Это вот именно мускус, амбра и сандал. Не буду много говорить об этом парфюме. И перейду плавно на Шанель Коко Нуир. Это фланкер. Это лимитированная версия. Была выпущена в 2012 году. До сих пор имеет хорошую цену. Стоит до 100 евро. В данном случае у меня 50 мл. Но не знаю, сколько у меня здесь уже осталось. Тоже аромат очень дорогой и интересный. Вот такая черная упаковочка, в которой даже не видно, сколько там использовано уже. Аромат нужно использовать этот только вечером. Не кричащий, благородный. Вот хочется вдыхать его постоянно. И вот он заявляет о себе. Я стоящая, я благородная, я красивая женщина. И я просто в восторге от аромата Шанель. В этот аромат Коко Нуир. Это вот моя любимая версия. В сравнении с Чанс от Шанель. Или даже Шанель номер 5. Наверное, даже они соперничают. Хотя трудно сказать, что лучше у Шанели. И сейчас вышел новое. Новое. Я еще не пробовала, не тестировала. Но хочется интересного. Значит, что за Габриэль Шанель. Ну вот этот Коко Нуир. Нуир, это в переводе с французского означает ночь. Темная ночь. И флакон здесь такой темный. И топовые ноты. Это бергамот и грейпфрукт. Средние ноты. Жасмин, роза, нарцисса, гераль. Ноты базового этого аромата. Бабы тонко, пачури, сандаловое дерево, ваниль. Белый мускус, алибаниум. Белый мускус это синтетически выработанный белый мускус. И вот именно эти мускусные ноты придают ему сексуальность, мягкость и ноты обольщения. Здесь немножко я прочитаю впечатление на фрагрантике, как девушки и женщины описывают его. Это дыхание прошлого, стиль барокко, романтика. Ночь элегантная, соблазнительная, аккорды дерева и смол. Мягкая мускусная вуаль. Это необъяснимая магия. Негромкий. Браво, Шанель. Ничего общего с каком он, Муазель. Черная жемчужина. Жемчужина моей коллекции. От этого аромата я тоже получила комплименты. И ссылочку я тоже оставлю на него. Фотографии или, может быть, посмотрите рекламный ролик существует на YouTube. Вот именно презентация этого аромата. Выпуск 2012 года. Ну, это актуально, как и все ароматы Шанель. Вот такое видео сегодня вечернее, позднее. Может быть, вам не нравятся мои свет и установка. Я думала, в основном, нужно было интересно послушать об ароматах, а не смотреть, какие фильтры у меня и как выглядит атмосфера вокруг меня. Спасибо вам. Всего доброго. Всем пока-пока. И вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok